Всем привет, дорогие друзья! С вами канал Игрополка. И сегодня у нас в центре внимания настольная игра Обитель Тьмы. И саму игру хотелось бы начать с художественного вступления. Все вы просыпаетесь в кромешно-черном лабиринте. В грубо вырубленных каменных проходах едва хватает места, чтобы ползти вперед, а стены царапают кожу. У вас в руках лишь тусклые свечи, и вы должны вместе исследовать лабиринт, чтобы найти выход. К сожалению, свет от свечей настолько слаб, что освещает лишь небольшое пространство вокруг вас. Но хуже того, вам начинает казаться, что в непроглядной тьме что-то движется. И ему очень не нравится свет. Давайте начнем с подготовки к игре. Для начала перемешайте квадраты местности. Вот здесь они у нас подготовлены. Они перемешаны, но я дополнительно их перемешаю. И в игре есть свеча, нужно их сюда сложить. Попрошу своих маленьких помощников это сделать. А пока они собирают, расскажу следующее. В игру можно играть от 1 до 5 игроков. При этом, если игроков от 1 до 4, узников всегда 4. То есть, если вы играете вдвоем, у каждого игрока будет по 2 узника. Играйте вчетвером, у каждого игрока по 1 узнику. А если вы играете в пятером, то узников становится 5. Положите игровое поле и планшет сброса фрагментов для соответствующего количества игроков. Насло игровым столом 4. Вот поле для 1-4 игроков. И планшет сброса для 4 узников. Если игроков 5, переверните оба этих компонента на другую сторону. Дальше, каждому игроку раздайте планшет, где описан порядок хода и на что можно тратить жетоны решимости выбранного им цвета, фишку выбранного цвета, стартовый квадрат и один жетон решимости. Оставшиеся жетоны решимости сложите в одном углу, ключи в другом углу. Но перед всем этим, перед тем, как вы сложите квадраты, вы должны определенное количество квадратов оставить. Для игры 1-4 игрока вы оставляете 2 Т-обратных перекрестка, 2 прямых путя и 4 перекрестка 4 дорог. Перемешивайте их и складывайте сверху. Это сделано для того, чтобы в самом начале игры вам не вытащить каких-нибудь монстров. И таким образом не загубить партию, еще ее не начав. Ну и коротко, что нам нужно сделать? Мы очнулись в лабиринте, нужно найти 4 ключа. Обязательно, да, у каждого игрока должен быть ключ. При этом один игрок может нести только один ключ. В одной руке свеча, в другой ключ. А потом всем четверым, эта игра кооперативная, встретится у ворот. И таким образом, да, имея 4 ключа, открыть ворота и найти выход из лабиринта. Итак, Лев будешь первым у нас, да? Игра начинает с того, что игрок берет стартовый квадрат, размещает в любом месте, где ему хочется, и ориентирует его, как ему хочется. Выставляет твою фишку. И дальше, смотрите, у каждого игрока свечка. И он освещает ближайшие к нему пути. Вот здесь из стартового квадрата два выхода. Берем за раз по одному квадрату и размещаем. Также ориентируя, как нам нравится. Единственное условие, это то, что путь должен быть продолжен. То есть нельзя упереться в стену. Если кто-то другой будет выкладывать, он может выложить вам стеной, но себе он всегда должен выкладывать проходом. Давай, Аня. Лабиринт-место очень интересное. Он, во-первых, меняется в процессе игры. А во-вторых, выложи себя, пожалуйста. Вот узник проснулся такой и осматривается. А во-вторых, у него нет границ. То есть поле не кончается ни влево, ни вправо. Здесь продолжается сюда. А сюда, если уходит, выходит отсюда. Так, давайте я начну вот здесь. Не очень далеко друг от друга. Вы можете выкладывать прям вплотную. Бога ради, стартовые квадраты. Но вы так немножечко уменьшаете свои шансы. Скажем так, чем ближе вы друг к другу ходите, тем больше шансов, что вы вместе сразу придете к выходу. Но больше шансов, что монстр, например, за раз ударит всех четверых. Здесь, как вы поняли, из вступления. Есть совсем нехорошие твари, которые не любят цвет. Давай, Миша. Я, пожалуй, где-нибудь. Давай. Вот так. Вот так. Давай, на тебе два. Раз. И два. Все. Это наше стартовое расположение. Вот мы проснулись. И теперь ходим. В свой ход игрок или остается на месте. Когда он остается на месте, он берет жетон решимости. Но у игрока не может быть больше двух жетонов решимости. Жетоны решимости тратятся на определенные способности. Например, можно дважды походить за ход. Но нельзя тратить жетон решимости в тот ход, когда вы его получили. Или же игрок ходит. Ты что делаешь, Лев? Я. Иду. Идешь. Когда игрок идет, обратите внимание, что некоторые квадраты здесь имеют как некий кракелюр. Они растресканные. Вот такие вещи, они рушатся. На них можно стоять только один ход. То есть, когда вы на них наступаете, в следующий ваш ход, в конце, они обрушатся. И первое, что вы делаете, когда делаете движение, здесь очень важен последовательность действий. Она четко прописана, очень хорошо прописана в конце книги правил. То есть, если вы остались на месте, делайте то-то. Если вы двигаетесь. Потом появляются ямы. Вот у нас мы взяли фрагмент растресканный, он у нас перевернулся. Появляются ямы. Затем, если есть монстры, нападают монстры. Потом разыгрываем последовательность атаки монстров. А потом разыгрываем свет и тьму. Сбрасываем все фрагменты, которые не освещаются. Вот этот фрагмент никем не освещается. Освещаете только ближайшие фрагменты по горизонтали или вертикали. Но не по диагонали. Сбрасываете все неосвещенные фрагменты и выкладываете все освещенные фрагменты по одному за раз. Держи. Друг. Держи Здесь важно Кооперация своих действий Поэтому вы можете как угодно и сколько угодно Обсуждать, как лучше выложить Например, квадрат Но игрок всегда выкладывает квадрат В смысле его Мнение или его действие Оно будет окончательным Он выложит, как он считает нужным Давай, что передвигаешься У нас ломается земля под тобой Вот этот квадрат скрывается в темноте Мы больше не знаем, что там И вы освещаешь два новых квадрата И вот ворота Ворота это выход из игры Смотрите, вот здесь Все перечислено в игре Всего четыре врата Если мы дадим им пропасть У нас останется трое врат Но если мы сбросим еще трое врат Например, в процессе игры То мы проиграем Потому что врат больше не будет И аналогично с ключами Если мы их не успеем собрать Они каким-то образом выигрывают Мы их проиграли Всего их шесть Ну и соответственно, когда свеча у нас погаснет Может получиться такая ситуация Что просто выигрышу больше не наступит Может быть врата У нас могут быть ключи Но мы сможем не собраться в одном месте Ну что ж, я иду сюда Здесь у нас образуется яма Вот это неосвещенное мы сбрасываем И освещают два новых Вот это монстр Здесь очень важно Как бьют монстры? Монстры бьют во всех четырех направлениях Куда они могут дотянуться А так монстров прерывается ямами Прерывается отсутствующими квадратами А также прерываются стенами Стены Ну, может быть такая ситуация Что квадрат вот так расположен Получается, что здесь стена Давай, верну А то и две А то и две Стена к стене Давайте я расположу монстр вот здесь Ворота Ворота Супер вообще Ну, я к ним пойду Ну, теперь уже вас не надо Уходи, Миша Какие-то ворота не потерять Да Итак, ты уходишь Яма Это исчезает Это исчезает Я три Три Вот ты взял монстра Сюда не ставить, я по льву попаду Сюда нельзя ставить Да Нужно сюда поставить Или сюда Да уйти Или сюда можно поставить Я, наверное, поставлю сюда Вот так Монстров в игре 12 штук Проход После атаки монстр исчезает Безопасно И ключ Ладно, не пойду сюда Супер Первый ключ в игре Давай, Лев Ты ходишь Ты делаешь движение сюда Для чего? Он хочет Чтобы, например, если Тут будет стена Так его закрыть И потом к ним пройду Так, ты ушел отсюда Вот это у тебя Не освещается Не освещается Не освещается Я уже ворота И вот это не освещается Давай Теперь освещается Два новых фрагмента Вот этот и вот этот Просто теперь Если ты вытащишь Хотя бы одного монстра Пострадают Три игрока Три игрока пострадают Если ты вытащишь Хотя бы одного монстра Это был очень-очень необдуманный ход Держи Потому что ему поставят сюда или сюда монстры Они по цепной реакции ударят этих двоих и меня Монстры бьют цепной реакцией здесь Один монстр Все нормально, хватит Все хорошо На самом деле было показательное выступление Потому что Монстр атакует, как я сказал, по четырем направлениям Но он может спровоцировать атаку другого монстра И монстр, находящийся здесь, атаковал бы раз, два А потом спровоцировал атаку его И он бы атаковал меня И трое игроков попали бы под... Тогда только два уже Ну, один бы спас себя, да Тут, если бы не было этого, то тоже бы Я сюда бы, если не поставил Теперь я организовываю собрание Смотрите У нас три ворот в игре Мы сейчас все проиграем Так что нам надо желательно уже решать, в какой собираться Нам нужно надо тусоваться Держи Монстр Монстр Выкладывай его куда хочешь Хоть влево, хоть вправо Вообще без разницы Так, аккуратнее Камеру И второго Только можно не стеной Чтобы я выбрала все Итак, что провоцирует атаки монстров? Когда вы Входите на его линию видимости Уходите с его линии видимости Или когда вы, например, падаете в яму Например, если бы здесь был разрушающийся участок И я остался на месте В конце моего ухода он разрушился И я бы упал в яму Это падение провоцирует атаку монстров А также Когда вы куда-то падаете Вы потом возвращаетесь на игровое поле То есть вы упав Вниз Вы падаете сверху И вы можете упасть на монстра И тоже провоцируете в атаку Вот я делаю движение сюда Монстр Атакует Но он бьет кого? Да никого не бьет И после атаки уходит Теперь убираю неосвещаемые участки И освещаю новые участки Один Вот этот участок Вот он освещает Смотрите Здесь хотя и нет продолжения Но свет идет по Туннелю По туннелю И упирается в стену А значит я вижу стену Значит вот этот участок Освещается мной Он останется просто Молодец Ключ Ключ Супер Итак Теперь хожу я А ты пойдешь на ключ Я немножко Надо было все-таки закрывать Наверное Потому что если я встану сюда И вытяну Не вытяну стену И мама зайдет Меня ударит Значит постарайся не это Ты идешь сюда Что происходит? Мосса бьет Бьет Некого Бьет Не попадает Вот это не освещается Вот это не освещается Не освещается Теперь освещается Ключ Ключ Не надо Зачем вставить туда ключ А куда? Ты куда поставил? Вот сюда А да Вот сюда Ой Если ты поставишь ключ сюда Тогда ты соединишь Одним туннелем Ты все равно соединишь Одним туннелем Лучше бы туда поставил И вот сюда еще вставь. Лев, ходи. Не совсем, ну ладно. Вот сюда. Ты делаешь? Если тут ключ, то у меня монстр ударит. Подожди, неосвещаемых участков нет? Да мама придет, я не буду освещать монстра больше. Не надо мне сюда его вставить. И мне сюда его не надо вставить. Вперед вставь. Да. Просто вот сюда, действительно, я уже за ключом собрался. А здесь ворота. А я ворота должна спасать. Иначе мы не потеряем, если я светить не буду. Ну все. Ставь. Не надо мне сюда вставить. Папа, ты без роги. Да наверх уйдешь. Ставь себе. Я ключ не хочу тратить. Да меня сразу два ударит. Да они не бьют, они сразу. Ты отойдешь, ударит один. Ну и что мне делать? Ударит оба. Мне стоять на месте, тогда можно не шевелиться. Передвинься направо. Нет, здесь дело в том, что... Если бы монстр стоял здесь, то мы бы потеряли ключ. Я не мог бы пойти ни сюда, ни сюда. Ты просто пошел, забрал ключ, но потушился. Нет, я спошел бы. Вот. А так мама пойдет на ворота. Ты, кстати, ключ возьми. Там нет разницы. Ну, а если бы ты без факела, либо мама... А я так и так не могу взять ключ. Ну, Лев, надо было вот эту развернуть стеной. Теперь я вообще ключ не могу взять. Да возьми. Ну, как я возьму? Ударится... Ну, давай. И что? Перестану. Да подожди, когда я еще не схватила. Он ударится дважды. И что? Сейчас мама пойдет сюда. Если она пойдет сюда, этот ударит меня, этот ударит его, и это не освещается. И он ударит ее еще, к тому же ударится троем. Если мама отойдет, мы потеряем ворота. Да, я могу сейчас идти вниз. Я на воротах стою. Ну, слушай, это как-то я ухожу вниз. А ворота мы потеряем, потому что я отойду сюда, и меня ударит, и мы потеряем ворота. Один, единственный... Отойдешь вверх. В конце, когда я хотел сказать мнение об этой игре, я хотел сказать следующую фразу. Один, единственный, неправильно выложенный тайл может сломать игру. Ну, в смысле, привести к проигрышу. У этого тайл вот он. Все? Он привел к проигрышу. Ты уже просто заведомо ставишь? У нас еще одни ворота есть, если что. Дело не в воротах. Дело в том, что монстры ударят льва и этот, и этот очень сильно оба. Ну, вот это зайдет из одного, и ударит только один его. Второй-то не ударит его. Ну, тогда маме вот сюда надо уходить. Мама уйдет сюда. Ну, какие у меня варианты? И этот монстр бьет тебя. Ну, я с чем уже. Давай. Что происходит? Ты? Я трошу жетон решимости. Во-первых, у тебя погашена свеча. Во-вторых, ты должен сбросить три квадрата. Но ты можешь потратить жетон решимости, чтобы сбросить два квадрата. Монстр. Монстр уходит. И тайл. И смотрите, когда вы сбрасываете квадраты по атаке монстра, вы, монстров сброшенных, уходите. Ну, они уходят в сброс. Вам повезло. Но если вы сбрасываете квадрат, например, когда вы остаетесь на месте, вы получаете жетон решимости и сбрасываете один квадрат. Потому что у вас как бы свеча плавится и есть последствия. Но если вы сбросили монстра, потому что стоите на местности, этот монстр не уходит в сброс. Он выходит в игру. Итак, монстр ударил, ушел. Ударил он тебя вот так. Теперь поскольку я не освещаю. Теперь у тебя погашена свеча, и ты не освещаешь ничего перед собой. Вот это тоже не освещается. И вот тоже сверху. Все, вот эти все квадраты не освещены. Это тоже не освещается. Я ушла оттуда. И ворота не освещаются. Но теперь мама освещает новое. Ну, она освещает новое. У нас сколько ключей вышло? Держи. Сколько ключей вышло? Вышло один. Один ключ вышел. Один? Один я забрал. Этот сейчас уйдет, потеряется. Этот тоже уйдет, потеряется. Держи, минус три ключа. Не звучит страшно. Так, я хожу. Ну, в принципе, выполнимо. Так, более того, у нас минус трое ворот. Двое ворот. Ну, смотрите, я не буду сюда делать шаг. Иди наверх. Я останусь на месте. Пусть фиолетовый туда идет. Я останусь на месте. Лев, иди за ключом. А вдруг там он сдал. Ты ему ничего не дашь. Я могу сейчас рвок сделать. Ты не убежишь. Ты не убежишь. Тебя ударят. Ну, я хотя бы заберу ключ. Да, папа, останься на месте и сам дойдет. Ты просто отойди, чтобы не существует. Просто если я пойду сюда, он ударит и меня, и льва. Поэтому я остаюсь на месте. А пусть лев уходит вбок. Я его в любом случае ударю. Я наверх. Я наверх. На решимости и сбрасываю квадрат. Все. Ходит Лев. Ходи. И он сейчас... Ходит Миша. Да. У меня нету. Я в темноте побежал. Мам, ты куда сейчас пойдешь? Когда у вас погашена свеча, вы, во-первых, не можете стоять на месте. Одного или второго. Если вы этого не заберете, я буду возвращаться сюда. Они оба уйдут. Ну, наверх я пойду. На. Миша просто идет с неполи. А, сюда я пойду, наверное. Наверное. Сюда я пойду. Мне же надо туда вернуться. Вот так я. Ворот только не оставлю. Итак, Миша наступил на монстра. Он меня бьет сразу же. Бьет. Миша сбрасывает три квадрата. Среди них последние ворота. Ворота не страшны. Если мы потеряем ключ, вот это страшно. В смысле ворота не страшны? Ходи дальше, да. Ходи дальше. Я буду тусоваться в коловорот вечно. Ты не можешь на монстре стоять. Ходи дальше. Хорошо, иди сюда. Все. Иди ты тусуйся теперь в коловорот. Итак, то есть, когда у вас погашена свеча, вы, во-первых, ничего не видите, кроме квадрата, на котором стоите. И вы не можете стоять на месте. Вы должны пойти. Но если у вас есть жетон решимости, вы можете его потратить, чтобы не ходить. Но вы не получаете жетон решимости. Получается так. И вы, когда наступаете, просто вытягиваете. Вот Миша вытянул и наступил на монстр и тут же попал под атаку. Сколько монстров? Раз, два, три, четыре, пять, шесть монстров вышло из игры. Ровно половина. Осталось? Два, четыре. Четыре монстров здесь еще. Что ж, лев ходит? Лев. Будь здоров. Тебе наверх идти. Тебе идти или наверх, или влево? Вообще без разницы. Наверх. Мне кажется, наверх лучше. Ты идешь наверх. Хотя, если он пойдет сюда, ты ему сразу свечу заждешь. Никого не бьет. Вот именно. Иди, сюда иди. Кого бьешь? А вдруг он сюда монстр вытянет нового? Ну, я бы ему свечу. Ну, вытянет. Вытянет, еще раз получит. Еще раз. Он ничего не вытянет, у него погашено все. Ты же зайдешь и святишь. Ну, он не может. И пока ему святится, ему выпадет новый монстр. Вот это легче его снова ударить. А может не выпадет. А может не выпадет. А вдруг выпадет. Давайте пробовать. У нас нет вариантов. Не надо рисковать. Если мы ему сбросим ключ, то это считать не подальше. Кто ему зажгет свечу? Никто. Давай. Ты. Вот именно он идет ко мне. Все, монстр атакует. Вот этот монстр атакует никого. А вот этот монстр атакует вот досюда. Атакует льва. Лев сбрасывает два или три квадрата. Два. А он за каждого монстра должен сбросить по два. За одного. Второй не попадает. Второй промахнулся, а первый? Попал. Раз. Если там ключ. Два. То это очень плохо. Все, лев. Ход льва закончился. Вот эти квадраты я освещаю, а новый лев ничего не видит. Ходи, Ань. Тебе надо бежать к воротам. Так долго? Выгоднее вот так как-нибудь. Опа. И зайти сюда. Так у нее ключа нет, куда ей выгодно. А, да. Ключ надо искать. Вот так. Здесь шансов больше ключ найти. Ну, в принципе. Сейчас я сюда вам монстры поставлю. Будете знать. Это не принципиально. Да. Не нужно. Без разницы, вернее. На. Как? Вот так лучше поставить? Да. Лучше, чтобы выйти смогла. На. Куда ты ставишь? Рядом ставь. Вот эти, кстати, давай уберем неосвещаемые. Вот. Еще стомолки. Все. Я хожу. Что происходит теперь? Идешь сюда. Я делаю шаг. Не освещается. Беру ключ. Не освещенные убираю. Обычные тех монстров сбросили. Два осталось. А, этот. Два. Этот. Не освещаемые сбрасываем. Прям идем последовательно. Сторонные четыре. Сбросили все не освещенные участки. Я зажег свечу льву. Он теперь их освещает, и я освещаю. Но мы играем. А кто первый? Все, это последовательно. Я первый. Освещай. Первое, что делаем. Я взял ключ. Взял, да? Освещаю. Восемь. Ключ. Ничего, ничего, ставь, ставь. У меня есть ключ. У меня нет ключа. В смысле, ставь вот сюда, в принципе. Смотри, я зайду. А ты можешь перекинуть свой ключ льву, а я перекину тебе свой. Давай, я ставлю сюда. И я в любой момент своего хода, да, вот я отдаю тебе ключ. Прям сейчас ключ кинем. Спасибо. Можно отдавать ключ. В любой момент своего хода. А кто Миша мне отдаст свой ключ? Теперь вот этот. Еще один. Так ты не можешь там стоять. Почему? Сейчас же как-то будет. А ну в следующий раз, в следующий. Но там еще никто не стоять. Теперь в конце хода, поскольку у льва свеча зажглась, вот она, зажженная. Яма же ломается после того, как ты на ней встал и уйдешь. Нет, яма ломается, если я на ней останусь. Так ты не можешь на ней остаться сейчас. Могу, я только наступил. Яма ломается в конце моего следующего хода. В следующий хода ты куда пойдешь? Назад. Назад? Назад ворота. Лев теперь за льва я открываю. Али не подставят, а там яма. Хорошо. За льва я открываю, только бы не монстр. Фух, вот так, чтобы мама прошла. Нет. Мама так не пойдет. Она пусть идет как-нибудь, как хочет. Маманизм идет. Фух, ходи, Миш. Я иду сюда. Итак, неосвещенный участок. У тебя же свеча погашена, теряется. Кидаю тебе ключ. Ты кидаешь мне ключ. Ты в темноте можешь кидать ключ. Получает новый. И он не освещает. Я зажигаю ему свечу, и в конце хода мы... И ты за него ставишь. Слушай, сюда нельзя. Монстры вообще никак. Так что сюда сразу платформу. Ну, в смысле, туннель. Ну, а здесь уже не важно. Так, давай, давай. А где еще четыре монстра? Почему четыре? Посчитай, сколько их? Да там восемь их. Восемь монстров вышло из игры. Ну, сейчас мне, значит, все монстры достанутся. Ходит лев. 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 Нам подворота идти. Иди. Просто еще. Так, вот это неосвещаемый участок сбрасывается, и освещаешь ровно один. На, у тебя свеча зажженная. У тебя свеча зажженная. Мама, вверху, может, пойдешь? Пока бы до вас ползти. Попробуй мне подставить. Ну, нет, я бы на твоем месте вот так шел. Ну, а я так могу вернуться так ближе. Ты куда вернешься? Здесь яма. В яму. Все, здесь мой ход попадет. Так вы потом поставите что-нибудь туда. Ну, все там стоять будет. Она будет освещаться вечером. Тебе ключ еще нужен. А куда я в следующую? В Доктор Монстр. Вот он, ключ. Отлично. Так мне до него еще сколько идти? Подожди. Давай последовательность опять забыли. Сначала неосвещаемые участки. Сначала яма. Вот это никто не светит. Вот это никто не светит. Вот это, вот это. Вот это я свечу. Вот это. Вот это никто не светит. Вот эти три неосвещаемые. Так я должна еще одну поставить. Яма. Ну, что? Такая А. У него больше не светится. Итак, последовательность. Яма. Если есть, да, вот, например, сейчас я хожу, первым делом будет образовываться яма. Потом неосвещаемый участок. А, атака монстров. Если он есть, потом гаснут вся темнота, и потом зажигается весь свет. Я ухожу вот сюда, и первое, что делается, это яма. Теперь гаснет вся темнота, гаснет темнота вот это. Мне вот так выгоднее будет. Все. Гаснет темнота. Зажигаем. Зажигается свет. Два новых. Вот сюда срочно, мне надо стенку. Не надо? Ну, я хотела яму прыгнуть, вот тут вылезти и дойти. Ну, на, вот так тебе. А просто вот здесь, если монстр, сейчас ты хочешь, чтобы... поставь стенку. Ну, в плане него, ой-ой-ой, там же монстр... Ты пойдешь вот так вот, да, Аня? Ну, а куда мне деваться? Тогда я вот так вот. Смотрите, еще раз. Мне нужно ставить, продолжая путь, вот так не могу ставить. Но я могу выставить вот так, продолжая путь, а вот здесь могу обрубить стену без проблем. То есть, вот, у меня главное, я освещаю туннель, поэтому туннель должен продолжаться. Я его освещаю. Все? Миша, ходи. У меня теперь вот сюда, ну, как бы... Может, ну, так, в принципе. Опа! Ты можешь, кстати, дойти вот так вот, да, войти вот сюда, вот сюда, вот сюда и вот сюда. Ну, давай-ка. Или можешь прыгнуть в яму. Не-е-е, ничего, давай. А потом свалиться прям... В дом, ставь. Итак, яма. Мне вообще больно было. Тут не освещается. Все, держи. Не освещаю два новых. Так, в итоге, что ты сделал? Ты прыгнул. А, ты вниз пошел. Да где эти монстры? Я уже не могу. Может, мне сразу сам конец. А у меня нет жетона. Лев. Они снизу, скорее всего. Лев делает ко мне движение? Да. И все. Вот и сень освещается. Нет, может, тогда ему остаться на месте? А как я должна потом пройти, простить? Давай ты останешься на месте. Ну, запасу сейчас, а вдруг там монстр. Ну, нижний закроет его. Ну, нижний закроет, а потом уйдет. И этот пропадет. Почему пропадет? А его потом мама будет освещать. Маме как-то дважды дойти надо. Дойдет прям сейчас может пойти дважды. Ну, да, ну, ладно. Так он сейчас, он остается на месте, он должен что-то сбросить? Он получает джетон решимости и сбрасывает один. На, открывай. Там. Не монстр. Сейчас все монстры будут в самом конце лежать. Вы хотите, чтобы я сделала? Ты делаешь шаг. Теперь неосвещенные участки уходят. Вот это освещает Миша, вот это освещаю я. Вот это освещает Миша, вот это освещаю я, это лев. Теперь берешь ключ. На последний ключ мы нашли четвертый. Все. Идея. Идея. Теперь две новых света. На, раз и два. Это монстр? Нет. Это монстр? Ты что, знаю? Да. Монстр, вот он монстр. Слушай, а у тебя есть жетон решимости? Теперь потрать жетон решимости и сделай еще один ход. Стой. Она появится здесь. Она может сделать тревог на него раз. Зачем? И потом сюда два. Зачем ей получать? Она и здесь получит. А-а-а. А так она хотя бы здесь уже окажется. Олег ей потом еще зажгет, еще норм будет. Так, смотри. То есть, если пойдешь сюда, тебя ударят. А если она, она может пойти на него и ее ударят. Если ты пойдешь сюда, тебя не ударят. Но. Яма. Яма нам вряд ли уже. Но тебя ждет яма. Но неизвестно, как ты дойдешь. Но потом, если вот так побежать. Да сколько на это тратить? Миша говорит, давайте на монстра нападать. А ты сейчас и сбрасывать будешь. Ну что, а сколько буду сбрасывать? Один? Три. Три. Если я вот эту сбрасываю, я все равно три сбрасываю. Да. Ты же сейчас сбрасываешь, чтобы на монстра наступить. Жетон решимости можно потратить, чтобы наступить на монстра. Просто так, по доброй воле, на монстра наступить нельзя. Вы можете потратить жетон решимости, чтобы сейчас совершить в конце своего хода новый ход. Передвинуться, также разыграть все вот эти свет и тьма Вы можете потратить жетон решимости, когда вас бьет монстр Чтобы сбросить не 3 квадрата, а 2 И вы можете потратить жетон решимости, когда у нас будет Когда кончатся квадраты, начинается мерцание Каждый свой ход вы должны будете сбрасывать То есть, когда вы не можете выкладывать новые квадраты в лабиринт В конце своего хода вы должны будете сбрасывать 1 квадрат с поля То есть, лабиринт будет постепенно уменьшаться И вы можете, получается, потратить жетон решимости Чтобы не сбрасывать в конце своего хода квадрат лабиринта Ну так что? Может быть мне тогда пойти сюда Сюда, если я наступлю, я сброшу 3 Если я наступлю сюда, он меня ударит, а я сброшу 2 2, да Ну, а вдруг там монстры, я их сброшу Нет, просто Миша имеет в виду, что после атаки монстр Ты должна будешь с него уйти И ты будешь ближе на 1 шаг к воротам Я понимаю, но вам же И здесь же тебе зажгет лев свечу И вы вновь зажгете этот квадрат Он вот что имеет в виду, Миша Но если я встану сюда, я сброшу всего 2 квадрата Но тебе надо будет потом 1, 2, 3 движения делать Ну я сюда приду, и мне лев зажжет свечу А если я уйду сюда, мне нужно будет еще кучу Лев тебе не зажжет свечу, он в свой ход уйдет на ворота Если я уйду сюда, мне нужно будет еще кучу совершить движения Еще больше Правильно, я тебе говорю, не факт, что ты дойдешь до ворот Конечно Может быть такая ситуация, что Миша успеет дойти Вот А ты останешься вот здесь блуждать И мы будем у ворот с тремя ключами Ну, мне это не интересно Ну, выбирай Последнее решение всегда за тобой Последнее решение всегда за тобой Давай Миша, сколько тебе ходов? Сбрасываешь 3 квадрата, но становишься ближе к воротам Прошу, что я не дойду даже Или Сбрасываешь 2 квадрата, но С 2 и 3 3 Миша, 3 хода надо сделать Мне кажется, вот это самое оптимальное Сюда идти То есть ты делаешь шок Сбросишь 2 фрагмента А как она сделает шок? Нео ход кончился? Она тратит жетон Ты сбросишь 3 фрагмента Ты в любом случае 3 фрагмента сдвигаешь Или идти в следующий ход Тогда буду стоять Ты уже походила Нет Сейчас конец твоего хода просто будет И все И все, но она стоит на месте Я буду стоять Кстати, ты можешь упасть в яму потом Но не факт, что ты придешь к нам Может, ты сюда упасть Так тебе будет потом 1, 2, 3, 4 Ну, в принципе И того, получается, самое оптимальное Идти сюда Через монстра Через монстра С решимостью И сбрасывать 3 Что будет, то будет Ты тратишь жетон решимости Чтобы наступить на монстра Он бьет тебя Сбрасываешь 3 фрагмента 1, 2, 3 Ни одного монстра мы не сбросили Теперь Вот это все не освещается И ты вынуждена передвинуться Ты передвигаешься У тебя погашена свеча Переворачивай Но Лев тебе зажигает свечу Переворачивай Лев, на Выкладывай И это монстр А он должен ко мне выложить? Он вот в тот участок, который ты освещаешь У тебя свеча погасла Здесь Прямо вы можете прожить этот момент Ты от монстра делаешь шаг в туннель Все, за тобой темнота У тебя нет свечки Лев тебе зажигает свечу И ты такая хопа А монстр сзади А он остался Очень обидно Вот такая вот штука Я стою на месте Я стою Во-первых, давайте я не буду стоять на месте Потому что мне же придется сбросить фрагмент Тебе отойти лучше куда-нибудь Но если я отойду сюда Здесь будет монстр А стойся на месте Будешь сбрасывать монстр Три монстра осталось Попробуй сбросить Вдруг сам монстр Так я его обязан буду выложить Монстр, который мы сбрасываем А куда ты его обязан будешь выложить? Ты ничего не освещаешь Вот сюда Или вот сюда Или вот сюда Ну тогда иди Или вот сюда Выгоднее, наверное, будет вот сюда Тогда иди в бок Выгоднее будет сделать шаг вот сюда И осветить вот эту вещь Если здесь монстр Уйдешь назад И меня, спасибо Миша Мне стоять на месте Если там монстр просто сюда Мама отойдет и тебя ударит Но тебе лев сразу зажгет свечу А ворота не исчезнет Ну давай, я стою на месте У тебя есть жетон решимости Жетон решимости я не могу получить второй Третий Два можно Сбрасываю жетон Все Я иду сюда Итак, неосвещаемые участки Раз, два Монстр меня не видит, все хорошо Монстр тебя не видит из-за ямы Поэтому все хорошо Но ты освещаешь новый участок А меня-то он видит Ну меня-то он не увидел и не бьет, поэтому Лев, ты делаешь сюда движение? Угу И вот это неосвещаемые Все Теперь хожу в Аликум Ползу к вам Ты прыгаешь сюда Наверх Монстр бьет Здесь яму останавливает Здесь препятствия Он не бьет через препятствия Через яму Кстати, вы можете ввести в игру таких монстров Которые бьют прям По всем Сначала эту пройдите А потом уже вводите На, освещай Монстры Супер Там где снова столько лорода прыгнуть Сколько монстров? Давай посчитаем Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять Еще два монстра Одиннадцатый вот Одиннадцатый монстр Одиннадцатый где-то там Я опять же стою на месте Да Мне смысл сюда отходить, чтобы у нас с удара Поэтому я сбрасываю жетон Дай бог монстра Не монстра Не дай бог монстра Миша ходит Вот это не освещается Мы сейчас стоим на месте А, мам Вот это дополнительный Ключ Теперь ты У всех у нас ключи есть Слеп остается на месте На Жетон И сбрасывает Монстра Не монстра Идет туда Я захожу сюда, да Монстр бьет Но промахивает Промахивается Вот это никем не освещаемый Ходит Хожу я Да что такое Да сбрасывай 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 жетон решимости Нет Как нет? Нет, нет, нет Все, все, все Теперь Я делаю шаг вот сюда Не ходи, пинты А зачем? Чтобы монстра не класть ни сюда, ни сюда Сбрасывай жетон решимости Какая разница? Я все равно зайду Он нас ударит Но на воротах И все норм И все Все Как бы все Разницы нет А жетон решимости Почему не можешь сбрасывать Я не понимаю как Ну сейчас не зачем Давайте Я сбрасываю жетон И все Весь мошенник Ходит в мисе Заходит сюда И Мы выигрываем Вот эти Сбрасываем Мы выигрываем И у нас осталось Еще два фрагмента Один из них мусор Один прямо участок Очень Напряженная Партия Кстати Это редкий Редкий Исход Чаще партия Заканчивается Проигрышем И чаще партия Заканчивается Когда свеча Полностью сгорела Давайте еще раз Скажу Когда кончатся Все фрагменты То в конце Своего хода Например Миша находится Здесь Каждый игрок В конце своего хода Должен будет убрать То есть мы Новый положить не можем Но старый лабиринт Никуда не делся Но мы должны будем Убирать Один фрагмент С поля Например Мой ход Я остался Но я могу потратить К примеру Жетон решимости Чтобы его не сбрасить И вот так Сбрасывая фрагменты Может получиться так Что мы сбросим В принципе Мишу И он не успеет До нас Дойти Мы должны сбрасывать Фрагменты Которые мы Как бы освещаем Или любые 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 в лабиринте И партия Чаще заканчивается Прогрышем На втором месте Она заканчивается Когда Последнем шаге В убегающий вагон Запрыгивает Этот узник И мы Четвером убегаем Радостный То есть на последнем ходу Тележка какая-то там едет Бывает что Вот так вот Партия у нас сейчас Закончилась То есть даже свеча Не прогорела Это за счет Координации И планирования Действий Как одной целой Команды Да Была стратегия Вот Давайте по традиции Поделюсь своим мнением Относительно игры Да В конце видео Итак Первое что я хочу выразить Это атмосфера Игра Несмотря на то Что здесь нет текста То есть есть просто Вот небольшая Врезка в начале игры Что вот вы очнулись В лабиринте И ваша цель Выбраться Но игра просто Передает Я не знаю Атмосферу Она шикарная атмосфера По крайней мере Вот лично Мои ощущения Да Я действительно Как узник Вот как вот здесь Вот на Борту Поле Нарисовано На бортике Да То есть Прямо ощущаешь Что ты вот Ползаешь Да Вот у тебя свечка В руках У тебя в одной руке ключ А в другой руке свеча И ты такой По-бластунски ползешь Вот так вот ползешь Да Она умудряется Передать атмосферу То есть Получше Чем многие Настульные игры Например сюжетные даже То есть просто Полное погружение Хотя Хотя Чисто вот Внешним оформлением И своей задумкой Вот два момента А атмосферу Передает Мощнейшую Особенно если Включить музыку На заднем фоне И какой-нибудь приглушенный свет Дальше Свечи Свечи Да Второй момент Который я хочу отметить Это Сам Механики игры Да Это Как некая Логическая головоломка То есть Вы должны Оперируя Небольшим Процентом информации Которая у вас есть Ну например Какие тайлы есть в свечке Там Какие вышли Что сейчас на поле Построить свою стратегию Так что Ну Собрать ключи И прийти К выходу То есть Каждый выложенный тайл Он должен выкладываться С умом С умом Да То есть например Неправильно выложенный тайл Может Погубить игру То есть Ты его выложил Неправильно Не подумав Сделал шаг Монстр Монстр Там все Рассыпалось Посыпалось И ты проиграл Поэтому Здесь такая вот Жесткая кооперация Действия должна быть Третий момент Который я хочу отметить Это количество игроков Всегда Четыре игрока Ну и пять Бывает Да Но Игра Одинаково играется Любым составом То есть мы вот Играли вдвоем С Мишей Мы играли втроем Мы играли в четвером Да То есть Только в пятером Только в пятером Не играли Нету к сожалению Пятого у нас Семье Вот И Получается Она Одинаково ощущается На любой состав Вообще не важно Сколько людей Даже один Если будет играть Эта игра Все равно будет страшно Передает Весь свой замысел Полностью Будет сам с собой Кооперироваться Ну Тогда она может быть Даже и проще Чем со теми остальными Чтобы не спорить И не ругаться И Время партии То есть Еще один момент Игра длится Недолго Вот мы 40 минут поиграли Можно Сыграть Две партии Например подряд И Игра Есть Дополнительная здесь То есть Мы играли с одним видом Монстр Базовый такой вариант Но есть Монстр посложнее Сейчас я Вот Где у меня Ань подай пожалуйста Вот это Да Вот Для тех кто хочет Как вам Вот такой монстр Как вам Вот такой монстр Который занимает Треть поля К примеру Он появляется И потом Уходя Оставляет После себя Ну не надо убивать Он просто Оставляет После себя Двищу А если он Ударит То что То все Так же Так же Потери Скажем так Есть монстры Которые Например Ключи То есть Ключи у вас Не на поле А ключи у монстров И вам нужно Сзади Подойти к монстру Чтобы взять ключ Поэтому игра Регулируется По сложности И На любой Выбор Да Вообще Для меня Вот эта вот игра Это такое Очень неожиданное Открытие Как бы Ну А битильфмы А я когда Правила Почитал Я прям Все Я так Загорелся Мы в этот же день Сели с Мишей И прям Фух И с тех пор У меня как бы Мнение об игре С первой партии Уже вот там Десяток Может быть Уже и 15 партий Мы с лишним Сыграли Мнение Остается Крайне положительным Мне очень нравится Рекомендую К ознакомлению Надеемся Что данное видео Было интересным А также Что оно было полезным Если это так Мы очень рады На сегодня Всем спасибо За просмотр Играйте в игры И всем пока